МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Толерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнатенко. Глядите их этим выпуском. У Гомеля сегодня обмерковали пытания делового и экономичного супрациониста с российским Новосибирском. Мета визиту – усталевание новых интеграционных совязей и увеличение товарооборотов. На Гомельщине реализуется международный проект «Территория», у рамках которого будет сделан детальный анализ реальной радиоактивной ситуации на забрудженной территории. Прочистые мероприемства, присвященные 20-ти годзю канонизации Святого Праведного Иоанна Кармянского, прошли сегодня в Добрушском районе. А зараз об этом меньшим, больше подробязно. Беларуская армия повинна эффективно реаговать на сучасные выклики и погрозы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на нараде об выниках проверки у Збройных сил, передае Белта. «Во утромании первоузброения армии мы укладываем истотные сродки. Войски обсталевываются сучасными видами боевой техники, пикировкой и сродками кирования. Беларусь не избирается утягиваться у гонка узброения. Однако военно-политичное остановище, которое складывается, не дозволяя в теперешний час выстроивать иншые пропорции финансования державных выдатков. И надалей на нашу безопасность тратить будем стольки, кольки потребно», подкреслил беларусский лидер. Гэтак же керовник державы звернул увагу на усплёск выявляемых фактов, неуставных взаимодносин у армии. Усе люди в пагонах, асабліва командиры, павінны быць узором пристойности и добрысумленного выкананья службовых обавязков, подкреслил беларусский лидер. У Гомеля пройшла третья сессия Городского совета депутата 28-го скликання. На парадку дня значилася социально-экономичное развитие областного центра. А кроме того, узнімалися пытання реалізації інвестиційних программ і розмірковання бюджета города. С подробязностями Євгенія Кухаронак. Отповідно программе, прийнятой на 2016-2020 годы, у социально-экономічному розвитці Гомеля назіряється позитивна динамика. Расти експорт товару і послух. Утримлюється становча сальда знішнього гандлю. Многі предприємства города полепшили фінансові пакашчаки работы, а доля стратних організацій знизилася. За перший квартал 2018-го года створено більше як 1100 додаткових працівних місців. Упевнені темпи соціально-экономічного розвиття города дозволяють уносять корективу программу пятигодки. Мы хорошо выполняем программу жилищного строительства, поэтому увеличиваем там показатели, которые... Ну, мы выполнили те, которые планированы на этот год, поэтому увеличение программ надо согласовать на сесії, что вот мы такие берем этапы, которые будут более выполнены в этом и в следующих годах. На переддні сесії члены постоянной комісії по питаннях бюджета и соціально-экономічного розвиття при Гомельском городском совете депутатов наведали открытое акціонерное товариство «Медпласт». Предприємство «Другий год запор» заносится на областную дошку гонору. Сеоліта – за досягнення высоких показчиков экономії ресурсов. Депутатам довелося ознайомиться з умовами праці на медпласті, особливостями витворчості і выниковыми показчиками, які сьогодні ставяться у приклад. Предприємство – один на Україні витворця шприців. Мінавіта цюль інструменти поставляють во усі медицинські установи Біларусі. Закриває медпласт і потреби фармацевтики – 70% шприців, які продаються в білорусських аптеках, вироблені у Гомілі. Середня заробітна плата на предприємстві за минулого року склала 1272 рублі. Предприємство – це високотехнологичне, з своєю уникальній системою безопасності, як в плані безопасності і зготовлення шприців і медобородування. Сьогодні предприємство на 96% закриває всі запроси здравоохранення. Всьому-то, тут є чому поучитися по відношенню, як організовано соціально-бутове обслуживання роботників, як організовано процес. То є це то, чому можна поучиться, посмотреть і поділіться с нашими колегами, с депутатами, а також с нашими избирателями о том, як сьогодні в Гомілі работають предприємства. Євгіння Кухаронак, Валерга Панько, Телерадо, Кампанія Гоміль. У Гомільським гарвиканкамі сьогодні обмеркованны питання дзілавога і економічного супрацівніства з російським Новосібірським. Наш обласний центр став третім городом Беларусі пасля Мінска і Могилєва, які наведалі потенціяльні партнёры. Мэта гэтага візіту у нашу країну у дзілу Беларускім прамысловым форумі. Абрача презентацію власного потенціялу, росіяни маюць намір знайсті новых партнёраў у розных сферах. При гэтым размова дзе як аб прамых пастаўках прадукцы, так і аб стварэні сумесных прадпраемстваў. У праватнасті члены делігація агучвыць прапанова абаснашчэній беларускіх ліфтов російськими айці-техналогіями. У выніку чаго кераваць ліфтамі можна будзе падачыў галасавых каманд. Непасрэдна ў Гомілі прадставнікі Новосібірска наведалі прадпраемства Гомсельмаш, дзе ознайоміліся з узорами вырабляемой прадукцыі. Коншатковыя мэта візіту, усталявання новых інтеграційных сувізів і повеличэння товарообароту. Посетіли Гомілі Сельмаш предприятие, очень хорошее впечатління. Яб говоріли о возможності сатрудністі как по продаже беларускай технікі Гоміліскава завода, так і, возможно, коопірація производства сагністя в горді Новосібірскі. На Гоміліщені реалізується міжнародны праект «Тэрыторы», ў рамках якого будзе зробляны деталёвый аналіз реальныя радіоційнаі сітуація на забрудженай тэрыторіі. У праекці прымаюць ўдзел Республіканскі інстытут радіалогі, Французскі інстытут ядзерныя і радіоційныя бяспекі і Центр параспрацовцы стратэгій оценкі рызыка ўз Японії. Нашы корреспондэнты пацікавіліся падрабязнастями. На гэтый раз в Гоміліській області ў дзельнікі праекту знаходяться п'ять дзён. Спочатку наведывання потярпелых тэрытур і сустрічі з мясцовым насельніством. Потім круглый стол ў інстытуті радіалогі. Французскі інстытут ядзерныя і радіоційныя бяспекі – адна з ведучих сусветных навыковых установ у галіне ядзерной енергетики. Почак паутары тысічі ёсу працоніков займаюця пытаннямі обороны насельніства, аддене іонізуючиха опромінювання і мониторингам новокольних осеродзі. На гоміршіне контрольным пунктом обраны храдський посёлок Камарын Брагинського района. Берётся ретроспектива всех данных, которые получены і інститутом, і другими організаціями в область рационного контроля, змерення доз внутріннього облучення, проводяться аналіз і делаються какие-то предложення о том, щоб снизити як дозову нагрузку, так і содержання радіонуклидів в продуктах питання. І ці данні будуть в дальнійшем іспользовані на території Європейського Союзу. У гэтым годі у Камарыне розгорнулися масштабні роботи по доброапарадковані. Пришім розмово іде не тільки об наведіння парадку на землі, алея об капітальному ремонті об'єктів соціяльній сфері. Люді мають намер жить тут і далі. Міжнародний проект по радіоційному маніторингу дозволить реально оцініть ситуацію, докладніть меры радіоційной б'яспеки. У рамках проекта 17 місцівых школьників отримали спеціальні дозіметры і смартфоны з махчымацію передачи інформацій на сайт французського інститута ядерно- і радіоційной б'яспеки. На протягу ближайших двух місяців яны будуть проводять замеры у своїм населенному пункті Ягона Ваколі. Уверість неудельники проекта подведуть перші выніки. Вони сразу же начали производити змерення, сразу же после того, як ми роздали їм цю систему. Конечно, це можна объяснить тим, що вони заинтересовались новим прибором, который вони ніколи не виділи до цього, і їм интересно сразу стало його использовать. Але також було видно і очевидно, що діти заинтересовались изученням своїй собственній ситуації, своїй собственній деревні, де вони живуть. Олег Сентюром, Марина Джала, Ігор Марышенко, телерадио «Кампанія Гомель». Урочистое мероприємство, присвячене 20-годзю канонізації святого правідного Іоанна Кармянського, пройшли сьогодні у Добружськім районі. Боску літургію у святой Іоанна Кармянським жанучим монастыри узначали у патриярші екзархусі Беларусі Павел. Каб прикластися до можчеву і прийняцю делу богослуженні, у невелікую вєску Карма з'яхаліся сотні паломніка узь Беларусі і з сусідніх країн. На урочистостях побывала Ганна Каральчук. 31 мая – Дзень пам'яті стіплого сельського священника батюшки Яна Кармянського. У гэты дзень, 20 гадоў тому, іон был удалучений даліку м'ясцово шанованых беларускіх святых, а на недавнім архіерейським сабору Русской Православной Царквы було прайнято рашэння аб' яго агульноцарковным уславленні. Тому селітах гэта свята офіцыйны адзначаюць не толькі ў епархіях Беларусі, але і других країн. А починалася ўсю маленькай царкві вёскі Агародня, ў трох кілометрах ад Кармы, дзе праведны Ян Кармянський служіў амалюсю жыцё. Пасля смерці завяшчаў пахаваць сабе тутжа, але священник меў дар прадбачаня, таму ведаў, што родны храм будзе разбураны. Месце пахавання святога праведнага Яна Кармянського долгі годы заставалася невядомым. Йон прадказуваў, будуть скакать па мне, ды труна моцной будзе. І саправды, ў годы савецкой влады тут знаходзілася футбольнае поле і танцевальнае пляцовка. А што знаходзіцца падымі, доведаліся толькі ў 1991 годзе. Архіепіскап Гомельський Жлобінський Стяфан збіраў звездкі об праведным Яне, калі з'являўся настоятелям прыхода ў Карме. Страчаная можчы знайшлі, убачылі, што яны неотленныя і перанеслі ў суседні свято-пакровскі храм. Слава прасвяшэнніка, які твары ў цуды прыжыці і протягвае пасля смерці, разошлася на ўсю краіну. Сёня гэта самы вядомы і шануемы беларускі святы. У него был такой принцип, очень важный, но даже вот такі особенны три составляющі. Это ёго послушання церкві, это ёго трудолюбі і маліўтва. Вот так, оказываецца, не надо дастігаць какіхто вершын адміністративной власти, не надо совершать какие-то, знаете, ну невяроятны, што ли, подбігі ілі труды. Жыві скромно, живі благочастіво, праведно і свята. І Господь непременно абратіць внімання на такого чалавека. Боска літургія адбылася пад адкрытым небам, каля свята Яна Кармянська га манастыра. Ёй особисто узначали ў патриарші екзарху сія Беларусі, высокопроосвященніші Павіл. Сюды так само пробылі делігація священства з інших країн. Для людей с порушеннями слыху, ход на баженство перокладали на мову жесту. Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я... Каб помолиться батюшку Ианну и попросить об допомозе, у корму сегодня приехали сотни паломников с краин СНД, Европы и навод Америки. Насельницы святой Анна Кармянского жанночного монастыра за годы служения стали светками десятка уцудов. Кажут, многих паломников уснесут клича сам Ианн. Позбавление от хвороб сердца, опорно-рухельного аппарата и навод онкологии. Все это отбылось именно после наведывания святых мест у кормы. Причем, соправдность таких, сдавалось бы неверогодных историй, подтверждают медицинские обследования, заключение у врачов и долгочаканные дети, какие изъявилися на свет. Семья не имела 15 лет детей. И семья просто проездом, даже на богослужение не была. Проездом приложилась к мощам и поехала. И вот они через два года приезжают с младенцем. Конечно, Ванечкой. Вот у нас таких младенцев Ванечек уже пять. Есть и с помощью Ацаяна родились девочки. Но вот эти детки чувствуются, по чьей благодати они были рождены. Ганна Каральчук, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель» с Добружского района. Семья на базе оздоровленческого лагеря «Чонковский Бор» открылся международный детячий фестиваль «Крыница славянской дружбы». У делу им принимают школьники и педагоги с Гомельской и Бранской областей. Все лето сустречу просветили Международному дню обороны детей. Узначали в делегацию с Российской Федерации директор Бранского департамента адукации Владимир Абаротау. Гостей с суседнего региона у Гомеля сустрели масштабным флешмобом. Протягнулась урочистая открытие фестивалю концертом с уделом юных артистов из Беларуси и России. На сцену занимались подразными стягами, але уадзинным творчым порыве. Для гостей подрихтовали тематичные пляцовки, фотозоны и выставы мастацких работ школьников Гомельской и Бранской областей. Тут можно было поспробовать себе у интеллектуальным турниры, поудельничать в творчих майстры-классах, проверить свою физичную подрихтовку в спортивных споборництвах. Те до прикладу примеры церцарские доспехи и позмогаться за звание лепшого у турниры на мячах. После насыщенного дня у вечера рабят собрал разом костер дружбы. Действительно здесь живут люди, действительно наши братья и родственники. Как вот всегда мы говорим нашим детям на территории России, так оно и есть. И самое главное, что очень приятно, когда разговариваешь с нашими детьми, они тоже такого же мнения. В очередной раз гомельчане удивляются гостеприимством, искренностью отношений и продолжение дружбы, которая никогда не закончится. И ребята находят новое знакомство здесь, новых друзей. Другий день фестивалю пройдена территория Жлобинского района. Удельники наведают вспомник детям-охвярам Великой Чиней войны в Червоном березе. Запланована так самая экскурсия по сядзибе Козел Паклевского. А пошние звонки прагучали у школах регионах. Это значит, что все учни отправились на летние каникулы. Для того, как час отпочинку детей был не только веселыми и корыстным, а и безопасным, установы, эдукации, культуры, аховы здоровья и силовые ведомства прикладут максимум на маханья. Статистика минулых годов показывает, что все беды и несчастные выпадки отбываются с детьми, покинутыми без нагляду дорослых. Тому головной задачей перед початком каникулы стала организация летней занятости детей. Для этого в школах будут працовать летние оздоровленные лагеры, а так само протягнуть свою працу гуртки и объединение в домах культуры и центрах детской творчести. А кроме занятков, дети могут принять уделу в гульнях и конкурсах або отправиться в туристичный поход. У Год Малой Радзимы особливо актуальными стали мероприемства краезнавча и экологичной накерованости. Например, открытая интерактивная гульня «Энкаунтер», которую проводит областный палац творчасти детей и молодцы. Особливая увага участка каникулы у детям социально небеспечных групп. Мы увеличили количество лагерей, а также подростков в них, в тех лагерях, которые будут базироваться на базе военных воинских частей. 55-25, кроме того, пограноотряд. Это в Лоеве, это в Мозыре, это в Ельске. Также в Брагине впервые будет создан отряд военно-патриотической направленности с участием именно тех формирований нашей гомельской пограничной группы. За минулое лето в регионе неполнолетние учинили 52 злочинства. При этом отбылись они основным у ночный або вечерний час. Там у сопрационники инспекции по справах неполнолетних сконцентруют увагу на дяжурствах у другую и третью измену. С початку этого года на гомельщине от внешних причин загинуло уже 9 детей, и это высокий показчик сирот областных центров. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. А я с вами раз витву, все усяго доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Чтобы оставлять меньше следов, общались через мессенджер и телеграм, а деньги передавали во время рукопожатия. Прокуратура раскрыла подробности громкого дела гомельских таможенников. Напомню, на прошлой неделе суд огласил приговор. Обвиняемые получили большие сроки с конфискацией. На этих кадрах оперативной съемки сотрудники таможни находятся вблизи деревни Селища на дежурстве в составе мобильной группы. Здесь, по версии следствия, они получали взятки за беспрепятственный проезд фур. Фактически, на протяжении нескольких лет таможенники не выполняли свои обязанности. Группа предпринимала меры конспирации для того, чтобы ее не вычислили. Руководитель проводил инструктаж, соответственно, и общались они между собой посредством мобильных приложений, мессенджеры, телеграм, вайбер. Неофициальная пошлина составляла 40 долларов с водителя. В основном платили те, кто перевозил сельхозпродукцию без документов. Например, украинское сало везли десятками килограммов. Кроме того, что денежные средства передавались и посредством рукопожатия, также у нас по материалам дела установлена гражданка, работающая в кафе по соседству, которая выступала посредницей. Самый длительный срок из назначенных по этому делу – 13 лет. К 11,5 годам приговорен экс-начальник оперативно-поискового отдела. Остальные на сроки от 3 до 8 лет. Постановленный приговор в настоящее время нами изучается, и решение о принесении протеста будет принято в течение 10 суток. Могу сказать, что в целом государственное обвинение согласно с назначенным судом наказания. По словам родных обвиняемых и их адвокатов, они с приговором суда не согласны. На данный момент уже подана одна апелляция. В Реческом районе пожар унес жизнь одного человека. По предварительной версии причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Лиски. К моменту прибытия спасателей пламенем была объята крыша. Пожар удалось ликвидировать. При разборке обрушившихся конструкций на чердаке был обнаружен труп 84-летнего пенсионера. Еще одна трагедия накануне произошла в Светлогорске. В Березине в районе Старого пляжа утонул 26-летний мужчина. Предшествовало инциденту употребления спиртного. После очередных 100 граммов молодой человек полез в воду в запрещенном для купания месте. Примерно на середине реки он начал тонуть. Когда на место прибыли работники от свода было уже слишком поздно. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне в Минске определились победители-призеры финала четырех розыгрыша Кубка Беларуси по гонболу среди мужских команд. Неудачники полуфинала в Гомеле Гродненский Кронон сошлись в матче за бронзу. Первый тайм завершился в пользу гродненской дружины 15-13. В перерыве Сергей Цыганков внес коррективы в игру своей команды и на старте второго тайма Гомель начал перехватывать инициативу. Ключевым моментом стало удаление до конца матча главного бомбардира Кронона Дениса Янковского. К тому моменту гонболистов метился десятью голами. Нового лидера в команде Игоря Седько не нашлось и Гомель без проблем довел встречу до победы 29-25. Таким образом гомельчане взяли реванш за поражение в матче за бронзу Кубка сезона 2016-2017. В финале БГК имени Мешкова неожиданно легко победил столичный СКА 29-20. Мешковцы 11-й раз в своей истории и 5-й раз к ряду стали обладателями Кубка Беларуси. 280 спортсменов собрали в Гомеле открытые областные соревнования по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке, посвященные памяти заслуженного тренера БССР Александра Гинзбурга. Мемориал Гинзбурга в Гомельской с дюшер номер 4 проходит уже в 28-й раз. В нынешнем году к радости организаторов состязания получились очень массовыми. В зале акробатики состязаются 160 спортсменов. В секторе прыжков на акробатической дорожке участников чуть меньше – 120. География также обширная. Беларусь, Украина, Россия, Молдова. Состязаются молодежь и дети. Это будущее белорусской акробатики, которая сейчас, кстати, на подъеме. Об этом говорят два серебра и бронза недавнего чемпионата мира. Так что не всегда на мемориале Гинзбурга речь идет о конкуренции. Для многих маленьких спортсменов эти состязания – прежде всего соревнования с самими собой. Первая – проба сил. Александр Гинзбург – основоположник школы акробатики в Гомеле. Сегодня уже его воспитанники, учитывая опыт своего наставника, определяют, куда будет двигаться не только гомельская, но и белорусская акробатика. Он начинал здесь акробатику в этой детской спортивной школе. И наши все ведущие тренеры – это все его ученики. А сегодня мы уже сами подготовили призеров мира, Европы и даже чемпионов мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин